всем доброе утро мои хорошие начинаем новый влог да девочки я решила попробовать новую губную помаду я сделала заказ по берлик он мне пришел очень много вкусненького пришло вообще я хочу с вами сегодня поболтать смотрите какая но это новый какой-то оттенок я взяла и мне очень прям не терпится его попробовать давайте попробуем мельтый выбирала натуральный не знаю насколько он натуральный ну вроде такой натурально розовый да понравится нормальный по моему да цвет сейчас посмотрю зеркало до цветом я себе угодила да действительно тут который я хотела в общем такой выбирала ставьте такой вот натуральники чтобы он нейтральники но мне нравится вот такие губные я люблю тем более вот это вот знаете на магнитике у меня уже парочка таких губных есть немножко другого оттенка но тоже приближенно к этому в общем это то что я хотела ну давайте я вам побыстренькому покажу сейчас свой заказик и потом мы поболтаем с вами еще мне кое-какие комментарии написали вопросы есть в комментариях я хочу на них сейчас ответить но еще мне не терпится попробовать батончики я заказала разные батончики вот такие так надо одеть очки девочки из очков уже плохо вижу смотрите вот яблоко банан физалис это батончик четыре штуки в упаковке один батончик 30 грамм и это 80 килокалорий вот как раз вот такие батончики могут теперь заменять какой-то перекус например там полный да раз хочется перекусить можно кушать это вот такие вот как там фрукты сухофрукты ну один батончик это яблоко банан физалис другой у меня яблоко груша боджи яблоко облепиха инулин фруктовый батончик яблоко вишня осаи и еще вот такие батончики по три штуки в упаковке тоже они по 30 грамм фруктово-ореховый батончик миндаль клюква эхинации в общем вкусно полезно я уже такой батончик один попробовала у дочки она уже заказывала денечки денечки и нравится внуку моему и поэтому я взяла буду сама перекусывать внучка иногда в гости приходит там тоже ей может быть угостить и что-то может быть даже если вот мне не понравится не подойдет я отнесу дочке они с удовольствием эти батончики и не отлюбит их но чтобы батончики не есть просто так я еще взяла чай есть чай черный с какими-то добавлениями фруктов а есть вот такой чайный напиток но я взяла чайный напиток потому что чай черный и зеленый вообще чая не любил а напитки вот такие пью земляничный медовый иван чай саган дайли вот мне такой подойдет будет напоминать мне лето и в общем вкус и вот земляничный клубничный вот этот мне нравится с батончика можно вот такой вот чай еще и попить тоже наполнен то что нам но еще и заказала вот такой вот бальзам для губ я таким пользуюсь он у меня заканчивается очень активно пользуюсь и он придает объем губам и очень долго держится на губах но он бесцветный такой вот прозрачный бальзамчик очень хорошенький девочки решила я взять и попробовать крем депилятор у меня масло есть после депиляции я им пользуюсь а вот вот эти вот полоски я уже вам снимала уже показывала как эти полоски я потом снимаю очень больно неприятно в общем решила попробовать крем депилятор но я его буду тестировать в другом видео и вы это обязательно увидите посмотрите вот ну и еще я взяла пробничек вот очень удобно девочки когда пробнички вот такие имеются да ну вот этот пробник например это ультра кондиционер для белья мне не все кондиционеры нравятся по запаху некоторые очень сильно пахнут а у меня вот просто не могу когда сильный запах и вот есть такое вот как раз таки вот видите такая небольшая емкость 25 рублей стоит всего небольшая да и недорого чтобы взять и попробовать подойдет вам этот запах нравится мне нравится или выбрать какой-то другой в общем взяла такой вот пробник кондиционер кондиционера для белья вот ну и все ну и новый каталожик конечно пришел и в общем каталожик я люблю полистать я люблю по каталогу выбирать все что я выбираю обычно ну вот девочки такой вот заказик еще забыла я вам сказать если кого-то заинтересовала губная помада вот такого цвета который на мне артикул 4620 чтобы знали ну и все теперь давайте поболтаем и хочу ответить на один вопрос такой вопрос интересный мне задали нужно ли работать если вас обеспечивают деньгами то есть если у вас нету нужды в деньгах нужно ли для этого работать вообще ну девочки работать нужно для того чтобы самореализоваться потому что каждого у каждого человека есть потребность самореализации вот гипотетически представим да если допустим у меня есть деньги куча денег ну во первых смотрите если вот если меня кто-то обеспечивает деньгами да я просто сижу дома не работаю во первых все равно вот например меня бы напрягало что это кто-то мне деньги дает то есть если кто-то деньги дает в какой-то момент человек может перестать давать деньги да даже если муж обеспеченный раз там что-то с ним случилось развелись или просто его не стало кто вам будет деньги давать вот сидели сидели вы дома а потом раз кормушка закрылась и деньги не поступают значит надо что-то делать надо зарабатывать ну это вот во первых да все таки нужно самим что-то уметь это просто такая вот жизненная необходимость но если допустим вот примеру просто свалилась там наследство на голову или что-то такое просто вот они есть да эти деньги есть и их куча и вы можете делать что хотите можете не работать вообще сидеть дома но тут кто сидит дома не работает ничего не делает даже девочки в декрете кто уходит декрет потом очень трудно выйти на работу если вы выходите на свою работу но это еще куда не шло а если вам нужно искать какую-то работу новую обычно но женщина немножко деградирует сидя дома вообще как один сказал умный человек что если человек не развивается то он деградирует вообще вот третьего не дано на месте человек если стоит то он тоже деградирует надо все равно как-то развиваться заниматься саморазвитием каким-то если у вас нет необходимости прям идти зарабатывать деньги то во всяком случае есть необходимость самореализоваться какое-то саморазвитие не знаю что то что то надо делать вот даже бабушка которая сидит дома вяжет носочки она уже занимается творчеством какой рисунок узорчик там выбрать какие там цвета подобрать это уже даже творчество это уже какое-то занятие если нет необходимости зарабатывать именно прям обеспечивать семью тогда обеспечивать себя деньгами то можно заняться просто каким-то любимым делом не знаю найти себя какое-то хобби или какой-то интерес в жизни уже не ради денег а просто ради удовлетворение себя потому что когда вы что-то вот за эти когда человек ставит себе какие-то задачи до а потом эти задачи вот преодолевает что-то сделал даже уборку в партии есть вот когда я сделаю такое уже самоудовлетворение идет что вот я сделала это да что то сделайте вот я сделаю это вот саму себя похвалить уже даже можно Это необходимость человеческая, самореализация. Ну вот, к примеру, расскажу я вам одну историю. Когда я еще была молодая, вот сначала я вышла работать певицей в ресторане, вот я уже рассказывала это раньше, мне был 21 год, 86 год это был, и тогда нормально оплачивали, тогда заказывали песни, и в общем мы нормально зарабатывали, и разнообразие было в репертуаре. И я занималась этим в удовольствие, и еще получала прибыль с этого, то есть это уже двойное удовольствие. А потом прошло несколько лет, какое-то время я не пела, и вот опять меня позвали петь, и это были уже 90-е годы, начало 90-х, это была перестройка, и уже работать меня пригласили на других условиях, там уже хозрасчет был, и тогда уже прибыль, которые вот с этих заказов песен мы уже делили не поровну на всех, а там какая-то уже была доля. В общем, мой руководитель, как он, мне сказал, что вот с твоих песен ты уже будешь там эту долю свою получать. И меня он позвал работать в тот же самый, в общем, коллектив, ну, немножко коллектив поменялся, но руководитель остался тот же, в другом же ресторане работали мы, и когда я только пришла, мы с ним сразу обговорили репертуар какой. Если раньше репертуар обновлялся, просто потому что была потребность, а тут уже я со своих песен, которые спела, я уже получаю какую-то долю. Именно те песни, которые заказывали. И вот какое-то время прошло, на одном и том же репертуаре у меня прибыль не пребывала, а мой руководитель, вот он мне новые песни петь не давал. Я держалась вот на одном и том же репертуаре какое-то время, ну, полтора года, в общем, если так быть точнее. Много людей в ресторан приходило одних и тех же, какие-то приходили новые, там, благодаря, может быть, каким-то своим поклонникам, что-то где-то как-то я зарабатывала, но все меньше и меньше и меньше. Вот просто вот понимаете, как получается, что я иду на работу, у меня есть необходимость петь, у меня есть это любимое мое занятие, мне нравится, это самореализация, это творчество и так далее. Но я перестала получать доход, то есть вот доход, на который я рассчитывала, перестала получать. И когда приходишь на работу, отработаешь, удовольствие вроде как получишь от того, что попела на сцене, а дохода не получила, а у меня дети, мне нужно их кормить, тут уже, я думаю, уже не просто так я пою, в удовольствие, если бы у меня как бы были, ну, были деньги и было на что жить, а жить-то не на что. И мне пришлось бросить любимую работу из-за того, что дохода уже не было. Я ушла работать в торговлю. Вот что значит, допустим, нужда, да, она нас толкает иной раз на такую работу, которую, ну, не нравится, может быть, делать, не в удовольствие она идет, но для заработка. А вот если вот уже у вас есть, как говорится, доход, если у вас есть на что жить, и вы ни в чем не нуждаетесь, то есть, конечно, возможность уже идти и делать то, что вам нравится, самореализовываться, самоутверждаться в жизни. И уже не от кого-то зависеть, допустим, если вы от кого-то зависите, а уже самих от себя, это уже двойное удовольствие от того, что вы что-то можете в этой жизни. Ну и потом, когда человек познает что-то новое, чему-то все время обучается, какие-то преодолевает какие-то горизонты, вот это же удовольствие, наверное, это все-таки человек развивается таким образом. Я, например, когда училась в школе, ну, у меня не было, вот знаете, тяги к знанию, но это, наверное, у многих молодых людей, учиться не хочется, нету тяги к знанию, но с возрастом уже человек начинает понимать, что каких-то знаний не хватает, и уже какая-то любознательность появляется, любопытство, и хочется это узнать, и это узнать. Начинаешь читать книги, начинаешь смотреть какие-то передачи, такие познавательные, да. Я никогда не думала, что я в 45 лет пойду работать консультантом, но на бытовой технике, например, консультантом я работала, и мне очень нравилось все время что-то изучать. До этого я с бытовой техникой вообще, вот, ну, как и многие люди, была незнакома, то есть вот, ну, стиральная машинка стирает и стирает, и все. И целая куча стиральных машин в магазине стоит, а как их отличить, чем они друг от друга отличаются. И когда вот я получала вот эти знания на тренингах, мне это было все интересно, мне хотелось знать, и общалась я с людьми с удовольствием в магазине, мне нравилось с людьми контактировать, мне нравилось отвечать на вопросы, вот мне задают вопросы, потому что у людей много вопросов, и мне нравилось, что я на эти все вопросы знаю ответы. А если я что-то не знала, я все время пополняла вот эти вот пробелы. Ну, в общем, хочу сказать, что многие люди, конечно, уже которые постарше, понимают, что много чего они не знают и хотят узнать, много хотят попробовать, пополнить уже. Знаете, это уже вот уходящий пояс, начинаем догонять, да. Поэтому, да, читают книги многие люди, которые вот постарше и пополняют свои знания. Ну, и в общем, в целом, я не знаю, ответила я полно на этот вопрос или не полно ответила, получили ли вы ответ те, кто вот мне задал этот вопрос. Ну, я могу сказать, да, если бы у меня было достаточно... Вообще, я хочу сказать, вот то, что я сейчас делаю, да, это вот я блогерством занялась, это мой посильный труд. То есть, у каждого человека там своя энергия, много энергии, молодая энергия, там, или сил нету, или еще что-то. Все люди разные, потребности у всех разные, да, и интересы у всех разные. Поэтому, в силу ваших интересов, в силу вашей любознательности, конечно, нельзя сидеть просто дома, сложа руки. Если у вас есть возможность, вы можете, конечно, заняться чем-то интересным. Нужно просто, ну, подумать, вот какой интерес, что бы вы хотели узнать. Займитесь этим. И самое главное, получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Когда люди бывают вынуждены идти на работу, какую-то тяжелую, неинтересную, там, на завод, может быть, за станок, да, для того, чтобы зарабатывать деньги, обеспечивать семью, просто для того, чтобы прожить, жить. И это неинтересно, и бывает, работу свою не любят, и ненавидят даже свою работу. Но если у вас деньги есть, и у вас нет нужды бежать за длинным рублем, то, конечно, вы уже можете заняться любимым делом, то, что вам действительно интересно. Пусть это не приносит доход, там, или какая-то маленькая зарплата, но чтобы вам нравилось то, что вы делаете, чтобы вы каждый день получали удовольствие от жизни, от того, что день прожит не зря, и что-то интересное вы новое узнали. Ну, это вот такое вот саморазвитие, самопознание, самореализация. Это необходимо человеку, каждому, я так думаю. А что думаете вы по этому поводу? Пишите комментарии, мне очень интересно узнать ваше мнение, у кого как это все происходит. Вот, ну, я думаю, что на этот вопрос я ответила, и жду ваших комментариев. А вообще, девочки, напишите мне какие-то вопросы, может быть, действительно кого-то интересуют, может быть, кого-то интересует мое мнение, какие-то вопросы у кого-то есть. Я с удовольствием поотвечаю, посижу вот так вот, вы знаете, холодным таким зимним утром или вечером, или днем, посижу, поотвечаю на ваши вопросы. В общем, иногда мне очень хочется с вами поболтать, но вот таким вот образом мы производим с вами диалог. Вы мне пишите вопрос, я вам отвечаю, и вы мне пишите комментарии, и я вам опять отвечаю, уже во влогах. И теперь я хочу вам задать встречный вопрос. Мне интересно ваше мнение, напишите в комментариях, если бы вы были обеспечены деньгами, и вам не было бы нужды их зарабатывать, стали ли бы вы работать, или нет, или бы вы сидели дома, и вообще, чем бы вы занимались, вообще, нужно ли работать, если у вас есть деньги. Вот мне интересно, что вы напишите, мне интересно ваше мнение. Я жду ваших комментариев. На этом я хочу видео свое закончить, такое коротенькое. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, обязательно, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова